МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Галина Титарчук. Сегодня в нашем выпуске. Без лишней воды. Угрозу паводка обсудили на заседании Кабинета министров. Кардинальные перемены, как в Сугайкосинском сельском поселении, поощряют инициативных жителей. Каждые твари по паре. Редких для нашей полосы животных и птиц разводят зоолог из Канажского района. Большая вода пока не угрожает республике. На Волге уже начался ледоход. Возможные угрозы сегодня обсудили члены Кабинета министров. Подробности с очередного заседания правительства в материале Дмитрия Ковалева. Пик паводка проходит благополучно и прогнозы метеорологов пока оптимистичны. Уровень воды на реках Цивили-Сура сейчас ниже тревожных отметок. И все же отмечает глава региона в эти дни. Оперативные службы должны быть переведены на повышенный режим готовности. Последний пример. Накануне вечером спасатели эвакуировали с дрейфующей льдины на Волге молодого человека. По этим фото видно, что если бы помощь не пришла вовремя, то все могло закончиться плачевно. Ответственность должна быть у каждого человека. Надо нам выдержать под круглосуточным режимом работы. Скользящий график должен быть для специалистов. Члены правительства установили и дату начала пожароопасного сезона. Особый режим в республике ведут с 24 апреля. В зоне риска 13 населенных пунктов. По данным синоптиков, в мае на территории привозки федерального округа ожидается температура будет превышать среднегодовые, а количество отсадков наоборот ниже среднегодовых. На повестке дня и другие вопросы. Так, члены Кабмина утвердили порядок госнадзора за продажи алкоголя. Это еще одна мера борьбы с фальсификатом. Только в прошлом году в республике из незаконного оборота изъяли 32 тысячи литров. Региональный государственный контроль надзор включает в себя рецензионный контроль за розничные продажи алкогольной продукции, розничные продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. И государственный контроль за представлением декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Министр финансов республики сегодня отчиталась о работе ведомства. Бюджетная система региона сбалансирована. По итогам прошлого года в казну поступило больше дотации и налоговых доходов. Осуществлен переход к формированию бюджетной политики на основе долгосрочных принципов устойчивости и сбалансированности. Определены новые бюджетные правила по предоставлению субсидий. В результате предпринятых мер консолидированный бюджет за 2018 год по доходам исполнен с ростом на 12,2%. В республике продолжают формировать централизованную бухгалтерию. Глава региона отметил, что это позволяет экономить расходы бюджета. Мы ответственно и честно управляли общественными финансами и будем управлять. Почему? Потому что это налоги налогоплательщиков. Мы только трансформаторы, обеспечители этих практических мероприятий. В приоритете ведомства открытость бюджетного процесса. По этому показателю Чувашия занимает второе место в округе и входит в группу регионов-лидеров по стране. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Республика. Три врача Чувашии стали победителями Всероссийского конкурса. Лучший участковый педиатр Ольга Егорова работает в Центральной больнице Алатарского района. Лучший врач медицинской реабилитации Надежда Шаржанова в Республиканском клиническом онкодиспансере. И лучший психиатр Анна Филимонова в Республиканской психиатрической больнице. Победителей Всероссийского конкурса врачей выбирали по 37 специализациям. Вышел на субботник, получил лотерейный билет. На этот и другие виды поощрения могут рассчитывать жители Сугайкосинского сельского поселения Канарского района. Интересные формы работы моя коллега Ольга Алексеева. Сугайкосинское сельское поселение самое большое в Канарском районе. Здесь проживают почти полторы тысячи жителей. Но знают его в Республике благодаря заслугам главы поселения Павла Семенова, который стал лучшим в 2018 году. Мы очень гордимся им, что у нас на нашей территории есть такой глава. Деревня большая, очень много улиц. По всем улицам у нас пугустроены дороги. Есть для детишек у нас детские площадки тоже почти на всех улицах. У нас детские площадки находятся. Он никогда без внимания не оставляет. Каким бы вопросом к нему ни подошли, он без внимания ни один вопрос не оставляет. В должности главы Павел Юрьевич четвертый год. За это время жизнь деревни кардинально поменялась. Появились дороги, качественное освещение, свое мебельное производство и новые магазины. Собственные доходы увеличились в четыре раза. Удостоверение патриота тоже инициатива сельчан. По этой карте он может посещать все мероприятия, которые проходят в Сельском доме культуры бесплатно. Брать инструменты, которые у нас есть в Сельском доме культуры. В аренду он может приходить и брать. И кроме этого он может покупать товары различные, оказывать все услуги. То есть со скидкой получать услуги в городе Канаше и в деревне, в деревниских магазинах у нас. Карта действует и при рождении ребенка. Молодой маме окажут материальную помощь для покупки товаров первой необходимости. После таких поощрений жители сами стали проситься на работу и проявлять инициативу, отметил глава поселения. Мы еще с прошлого, с 17-18 годов начали создавать бренд «Сугай продукт». Наша задача сделать свой собственный бренд. То есть этот бренд, чтобы он был известным, чтобы все его знали. Хотели покупать эти продукты, чтобы они числили, что они качественные и экологически чистые. И в последующем подготовив деревню бренд, мы будем еще дополнительно искать инвесторов. Свой сыр, чай, молоко, мед, хлеб. Скоро в деревне появится и тротуар, сделанный своими руками. Все это – результат грамотного управления и совместной работы. В поселении действуют шесть территориальных общественных самоуправлений и общественный совет. Такого нет ни в одном районе республики. Также здесь, в сельском доме культуры, на базе библиотеки мы образовали как уголок предпринимателя. Мы туда поставили современные книги по развитию бизнеса, по продажам. Сделали базу бизнес-планов. У нас есть определенное количество бизнес-планов. Любой житель может прийти, почитать, решить для себя, чем он хочет заняться, что ему интересно, какие ему понадобятся средства для реализации своего проекта. Работает в деревне и антикафе, построенное на средства инициативного бюджетирования. Молодежь здесь общается, играет в шахматы, настольные игры и читает книги. В скором времени после проведения референдума и сбора средств в деревне появится водопровод и канализация. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика. Вновь будет создана прокуратура города Чебоксары. При этом районные продолжат функционировать. Это делается, чтобы усовершенствовать надзорные полномочия за госучреждениями, действующими на территории города. Располагаться прокуратура будет на первом этаже в Доме правосудия, где сейчас находится отдел статистики. В этом же здании продолжат свою работу прокуратуры районные, Московская и Ленинская. 29 марта 2019 года приказом генерального прокурора Российской Федерации Юрия Яковлевича создана прокуратура города Чебоксары, прокуратура столицы нашей Чебоксарской республики. Исходя из действующего закона о прокуратуре Российской Федерации, городской прокуратуре, вновь создаваемой, планируется осуществлять надзор за исполнением законов органами власти и исполнительной, и законодательной в городе, а также управлением внутренних дел МВД России по городу Чебоксары, городскому управлению налоговой службы России по городу, и также непосредственно управлению пенсионного фонда по городу Чебоксары и других ведомств, которые расположены непосредственно на территории города и занимаются осуществлением городской деятельности и урегулированием всех вопросов городского уровня. Сейчас надзорные функции за ними распределены между районными ведомствами. Чебоксарская прокуратура начнет работу 3 июня этого года. Напомню, что ранее она уже существовала в столице Чувашии, но была расформирована в 2012 году. Для души. Так говорит о своем увлечении житель Канажского района Егор Егоров. Заулок по образованию он уже более 20 лет разводит редких для нашей полосы птиц и животных у себя дома. Павлины, цесарки, страусы, эму, пони и даже северные олени. Посмотреть на домашний зоопарк приезжают не только канажцы, но и жители со всей республики. Мы тоже не смогли удержаться и отправились в гости на экзотическую ферму. Хмалчик он, друг мой, потому что он следом за мной везде ходит. Потом остальные за ними. Я разговариваю с ним. Постоянно на Чуварском. Три года назад в хозяйстве Егора Егорова появились олени север и красотка. Трехмесячными он привез их с Ямала. Сбылась мечта детства. В прошлом году у пары появился детеныш – Умка. Он стал подарком ко дню рождения Егора Васильевича. Вечером начало беспокоиться. Утром вышли, все, уже теленок бегает. Ну тогда же тепло, ничего, нормально. Вот там примерно, где сейчас она ходит, вот там я телилась. Там сено было по северам. Для своих любимцев Егор Васильевич обустроил просторный загон. Есть и открытая площадка. Свободолюбивым оленям должно быть комфортно в неволе. Зимой лучше для них. А летом, когда в жару, то тем более в сарае с поликарбонатой, крыша, он нагревается, они вон туда в другой сарай заходят. Там прохладно. Ничего, приспособились, живут. Животным требуется особое питание. Сено и березовые веники на завтрак. Полезная смесь из разных круп на обед. Так называемую дробленку. Егор Васильевич готовит сам. Для чмень, горох, кукурузу, зерна. И туда соли поваренные, рассыпчатые. И известковую крупку. Особенно много известки, соли и мела требуются животным в момент роста рогов. Тогда они вырастают огромными, ветвистыми. Мастер на все руки Егор Егоров планирует изготовить из них стильные украшения для дома – светильник. Вообще работы животноводу хватает. Ведь кроме северных оленей, у него живут породистые овчарки, курдючные цыгайские овцы, молочная коза, пони, павлины, африканские страусы и эму. С 91-го года сначала стул и привез индюков. Вот оттуда и пошло. Кроликов люблю, лошадей и собак. Я сам не знаю, почему я животных люблю. Лошадей с детства любил. Лошадей сначала держал. Постарел, поменьше лошадей взял, пони. Постоянно с ними. Не болеть нельзя. Утром встанешь, как кукла пластмассовая. Там болит, здесь болит, здесь помазал, там прилепил какой-нибудь пластырь. Выходишь к ним, вся болезнь проходит. Потрешься с ними вот так вот. Разведение таких необычных для чувашей птиц, животных для активного пенсионера – хобби. Никакой прибыли оно не приносит. Яйца постоянно спрашивают. Спрос есть. Тут яиц не хватает, но я в основном раздаю. По доброте души? Да. Единственное, что приносит небольшой доход – редкая тонкорунная шерсть, которую Егор Васильевич состригает с курдючных овец и сдает на переработку. Небольшое стадо, как, впрочем, и зоопарк, хорошо просматривается с дороги. Многие специально останавливаются, чтобы полюбоваться животными. Егор Васильевич рад гостям, лишь бы не кормили вредными вкусняшками и не пугали. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. 90 лет назад в деревне Липовка и Бресенского района свои двери распахнула начальная школа. Для каждого поколения она была своей, особенной, но всегда родной и любимой. Традиции школы хранят по сей день. Одна из них – волейбольный турнир, который здесь проводят ежегодно в памяти своем героическом земляке, в выпускнике школы, герое России Леониде Константинове. Впервые школьный звонок прозвенел в Липовской начальной школе 1 сентября 1928 года. Здесь учились дети не только деревни Липовка. Приезжали ученики и из близлежащих деревень – и Бресенского, и Батаревского, и Алатарского районов. В 1937 году школу преобразовали в неполную среднюю, а затем в восьмилетнюю и, наконец, в среднюю. Вот они – первые выпускники. Семь мальчиков и семь девочек. В 1975 году они закончили среднюю Липовскую школу, разлетелись по стране. Но каждый год приезжают сюда, на родину, чтобы встретиться с учителями, одноклассниками, односельчанами. ПЕСНЯ Именно в апреле в учебном заведении особенно много гостей. В традиционном концерте участвуют и выпускники, и учителя. Приезжают звезды чувашской эстрады. Кроме этого, вот уже 19 лет подряд по инициативе директора Федора Скворцова здесь проводят республиканский волейбольный турнир. Первый турнир провели уже в 2001 году. И с тех пор у нас сегодня будет 19 турниров уже. Он открытый у нас, республиканский. Участвуют мужские команды. В разные годы участвовали больше 10 команд. Турнир посвящается выпускнику Липовской школы, герою России, Леониду Константинову, трагически погибшему при исполнении воинского долга в северокавказском регионе. Константинов – кавалер Орден Мужества, знак отличия заслужбы на Кавказе. Служил в горячих точках Афганистана, Таджикистана, Туркменистана, Чечни. Два раза был ранен. О подвиге героя рассказывает экспозиция в школьном музее. В этот раз на турнир памяти Константинова приехали 6 команд из Чебоксар. Поселка Ибреси, села Комсомольская и Бресинского района. Поселка Ибреси буквально вырвали победу соперников из Кубни. Они знают историю Чувашии, разбираются в окружающем мире и решают задачки на логику. Команда столичных дошкольников участвует в городской олимпиаде «Маленькие академики». Сейчас проходит второй этап. За мозговым штурмом наблюдала наша съемочная группа. Вам нужно посмотреть внимательно на Чувашский узор и подумать, какому образу соответствует данный узор. Это одно из заданий этапа городской олимпиады. Справиться с ним может далеко не каждый. Но, ребята, это увлекло и выполнить задание не составило труда. Это меня очень порадовало как педагога, так как такие знания детям свойственно знать только взрослым. На базе 202-го детского сада собрались 4 команды. Назвать деревья, которые растут в Чувашии, продемонстрировать математические способности и умение танцевать. Ребята показали свои навыки в пяти тематических блоках, а строгое жюри ставило баллы. Финал конкурса пройдет в конце апреля, тогда и станет ясно, кого можно будет назвать маленькими академиками. Это все, о чем мы успели рассказать в новостях. Далее в нашем эфире интересная информация, разговор по существу с министром образования Сергеем Кудряшовым. А я прощаюсь с вами. До завтра. Встречаем весну ярко. Плащи, куртки, пальто всевозможных цветов и оттенков. Тысячи стильных моделей, широкий размерный ряд. На ярмарке «Ермак» обновился ассортимент верхней одежды. Более пяти тысяч номинований курток, ветровок, пальто и плащей. Все достойного качества, так как отшивается на российских фабриках, с использованием современных материалов и надежной фурнитуры. А также представлен широкий размерный ряд от 42 по 72. Здесь такое количество стильной одежды, что выбрать что-то одно очень сложно. В магазине первый раз, поэтому мне все интересно посмотреть. Я смотрю, выбор большой и цветовая гамма такая интересная. Вот сейчас поднем посмотрим и может быть что-нибудь выберем. Мы хотим на весну что-то, чтобы светлое было, весеннее, радостное. Вот поэтому пришли сюда. Самые актуальные цвета. Горчичный, винный, бирюза, оливковый. Стильные короткие куртки для активного отдыха, удлиненные для дам всех возрастов. Сюда приехали, увидели, что весенний ассортимент, куртки хорошие. Вот и выбрала я себе хорошую куртку, подходящую. Расположение магазина мне устраивает, удобно. С остановки недалеко тут, рядом. Понравилось. Не забыли и про мужчин. Коллекция мужской одежды занимает здесь добрую половину магазина. Продавцы-консультанты всегда готовы помочь в выборе. Предложат модели на любой вкус и по самым демократичным ценам. У нас цены идут оптовые от производителей от 2000 рублей. Наш магазин работает ежедневно без выходных с 10 до 20.00, по воскресеньям до 18.00. Ярмарка «Ермак» расположена в Чубаксарах по адресу. Максима Горького, 49. Приходите, выберите понравившийся вариант. И будьте в тренде весной 2019 года.